вышел второй общий тест патч 1.23 новогоднего в мире танков с вами варчик добро пожаловать на мой канал сейчас подробнее вам расскажу все самое интересное что мы можем узнать из этого второго общего теста во первых добавили целую кучу танков для супер тестеров чтобы они там потестировали их 6 уровня тяжелый танк японские из новой ветки 8 уровня танк тяжелый из новой ветки очень толстая у него пушка надеюсь эта пушка будет работать по смыслу хорошего должно быть много ну и конечно же type 71 тяжелый танк 10 уровня выглядит супер классно обалденно немножко чем-то похож на стб только более такой крепенький единственно что меня смущает у него очень дурацкий наклон vld vld будет танковать только если она очень толстая поскольку наклон просто ужасный также еще добавили какие-то ведра низкоуровневые их я там разглядывать особо не буду вот вам картиночки можете на них посмотреть тоже я еще полазил по ангару по менюшкам что хочу вам сказать мне очень понравилась атмосфера новогоднего ангара поскольку там людишки тусуются праздник у них там новогодний и они рассказывают свои истории их слышно каждый там что-то свое про новогодние атмосферненько душевненько было прикольно даже если зайти еще в сборочный цех то там вот это вот девушка инженер тоже рассказывает свои какие-то инженерные истории там у нее енот надо его там нахвалить и так далее в общем прикольно очень атмосферненько и душевненько также подтвердились мои догадки о том что не будет каких-то больших украшений по ангару украшается только вот елка посередине она стоит украшайте там подарки под елкой на самой елке там всякие гирляндочки всякие штуки дрюки ну и сверху там вот это вот вершину елки украшайте наряжаете елку повышаете уровне атмосферы 10 уровней на каждом уровне награды там девушки-танкистки нулевое боевое братство скидки на прокачиваемые танчики и куча всякой мелкой чепухи в принципе плюс минус то что мы много раз уже видели единственное что не особо я слышал чтобы прям четко и нормально люди в ангаре рассказывали прям чтобы слышно было что они там за истории рассказывают также у нас есть еще коллекции собирая которые мы увеличиваем процент фарма серебра опыта опыта экипажа свободки и всего остального собираем 300 игрушек получаем плюс 50 процентов фарму серебра фармим на прям танки весь новый год и потом у нас куча серебра на год вперед все по кайфу у кого серебра много те конечно будут ломать рандом фулл голдой это конечно немножко огорчает но ничего с этим не поделаешь также еще маленькие новогодние коробки помимо того что их можно фармить за первую победу на одном танке одну коробку с 5 по 10 уровень их еще можно будет фармить за задание в сборочном цехе за ежедневные задания а также еще за просто задание во вкладке задания короче эти коробки напихали везде где только можно их вообще воткнуть и эти маленькие коробки они по-своему интересные конечно содержимое на тесте и потом на патче она отличается но там уже по напихали иконочек и в этих бесплатных коробочках которые можно везде получать где только можно есть тебе и дни према и валюта где нарисовано там и серебро и бон и свободка чего и сколько с каким шансом конечно не понятно но уже что-то там по нарисовали также там еще игрушки можно получить на елку что тоже надо что-то там для экипажа видимо учебные пособия в общем бесплатные маленькие коробки не такие уж бесполезные есть там интересные штуки ну и наверное самое интересное почему мы все тут собрались это нужно поговорить про новую механику в больших донатных коробках с прем танками новогодние вот эти вот коробки которые все набирают на год вперед во первых уже в прошлом видео я вам рассказывал там будет золото то есть у многих было опасение что если золото не будет в этих коробках они будут очень грустные печальные такое нам не надо уже в прошлых видео я рассказывал вам что золото будет вот еще раз повторил для тех кто может быть не услышал а также там прям танки будут разделены на три этапа сначала вы получаете из коробок прям танки первого этапа когда получили все прям танки с первого этапа там идет второй этап и потом идет третий этап то есть добраться до прям танков третьего этапа нужно сначала получить из предыдущих все прям танки также еще сказано о том что прям танков в коробках будет очень много я так понял легендарные прям танки по ходу будут выпадать мимо этих этапов то есть вот у нас есть три этапа из них падают вот какие-то там прям танки определенные и отдельно от этого всего такое впечатление что будут наверное идти легендарные прям танки то есть у нас есть механика которая подталкивает вас купить много коробок чтобы закрыть все этапы получить все прям танки но и видимо люди которые будут покупать небольшое количество коробок тоже имеют шанс что им выпадет какой-то легендарный прям танк я так это понял пока что на тесте не работает возможность открывания этих коробок разработчики написали что они это чинят и там можно будет на тесте за серебро коробки по открывать просто для теста чтобы посмотреть как она там работает если бы прям танки выпадали только из трех этапов это могло бы наверное огорчить людей которые покупают небольшое количество коробок у них не было бы интереса выбить какой-то там танчик поскольку им просто надо накупить целую кучу этих коробок чтобы пройти эти этапы а так если еще параллельно с этим есть шанс что выпадет и легендарный какой-то танк то это прикольно но я не уверен что она именно так работает это я так понял это вот нашел скриншот здесь вот первого этапа прям танки второго этапа и третьего понятно что на тесте там добавили что попало на основе будут совсем другие танки а также там мимо этих прям танков еще написано другое игровое имущество и там тоже прям танк есть ну и помимо прям танков что-то еще может быть то есть получается что прям танки могут выпадать не только по этапам но еще и без этапов есть шанс что что-то выпадет и я почему-то так думаю что именно легендарные прям танки будут идти наверное мимо этапов а по этапам там тоже что-то будет интересно либо в конце либо по пути и по-прежнему до сих пор непонятно какая будет компенсация если танки уже есть и может ли так получится что какие-то этапы уже будут пройдены если танков много в анаре они у вас уже есть будет смешно если я сразу допустим начну не с первого этапа а со второго или с третьего в общем это прикольно что коробки непростые и если я правильно все понял и она именно так и будет то это принципе прикольно тут и не пострадают люди которые маленькое количество коробок берут и те кто берут много коробок им тоже будет интересно возможно их открывать напишите свое мнение в комментариях про эту механику новогодних коробок что вы о ней думаете с вами был варчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачного дня пока удачного дня